Здравствуйте, уважаемые тельцы! В этом ролике я хочу вам рассказать о прогнозе на сентябрь 2017 года. Достаточно благоприятное время ожидает вас в течение почти всего месяца. Ваш Управитель вплоть до 20 сентября, планета Венера, в ярком и фееричном, щедром знаке Льва. Так что вас потянет на праздники, на публичность, ну скажем так, на расточительство, можно даже сказать. Особенно это возможно в первой половине месяца. До 10 сентября вас вообще ничего не сдерживает, вы можете позволить себе волею наслаждаться жизнью. Некоторые даже могут побездельничать, так что если вы хотите отдыхать в сентябре, то лучше этот отдых запланировать до 10 сентября. Вторая половина месяца непригодна для поездок, в принципе, потому что там оппозиция Юпитера и Урана, и она действует на всех. А это транзит, который говорит о том, что будут проблемы, особенно с воздушным транспортом, поэтому лучше поездок не планировать на вторую часть сентября. Так что ловите момент и отправляйтесь в отпуск в первые дни осени. Самый бархатный сезон. Благоприятным временем для работы и реализации своих планов станет период с 11 по 20 сентября. И звезды рекомендуют именно в это время начинать новое полугодие и браться за непростые дела. У вас в эти дни будут все основания ожидать положительного исхода своих инициатив. Не забывайте о том, что вы уже создали и накопили за первую часть года, потому что для новых проектов вам обязательно понадобится база. И вот как раз она должна быть создана. Так что надо признать, если вы в первой половине года ничего не делали особо и сейчас только пришли к новому проекту, то у вас будут некие сложности, потому что база обязательно нужна. Созданием творческих полных неожиданных сюрпризов и приятных сюрпризов в проектах станут дни с 16 по 20 сентября. И середина месяца также прекрасно подойдет для новых знакомств, для создания серьезных длительных отношений. Вас могут посетить яркие чувства и, знаете, в связи с тем, что все-таки ваш управитель в таком ярком знаке, вы сами станете объектом притяжения, объектом, ну скажем так, внимания окружающих. И даже очень одинокие тельцы, у кого отношения давно уже не были или складываются слишком сильно нестабильно на протяжении большого количества времени, действительно могут ожидать приятных жизненных поворотов в эти дни. Конец сентября будет не таким ярким и праздничным, и стоит к нему подготовиться. С 20 сентября ваш управитель смене знак Венера войдет в Деву, и она будет вам диктовать совершенно другое настроение. Вы станете более сдержанными в проявлении своих чувств и скрытными, а также более категоричными и критичными. В отношениях и в делах для вас появятся детали, которые будут вас раздражать, обижать и расстраивать. Особенно это станет заметным в самых последних числах сентября и окончании месяца. Может пройти в состоянии некоторого внутреннего раздраева и даже некой разочарованности. Но это не значит, что, конечно, вы войдете в октябрь в плохом настроении, с плохими эмоциями или с плохими мыслями. Но это говорит, наверное, о том, что последняя часть сентября, последние 5-7 дней, они требуют от вас некой осознанности, контроля над своими эмоциями и пониманиями того, что для вас главное. Потому что если мы фокусируемся на каких-то негативных вещах, то, безусловно, как бы все наше окружающее предостанство этим негативом пропитывается. Если мы все-таки, несмотря на все, смотрим на позитивную сторону этого события, а все равно какой-то позитив все равно всегда как фон идет, то, скорее всего, ситуация быстрее выправляется или, в принципе, она растворяется. Так что я вам советую просто весь месяц заряжаться хорошими положительными эмоциями, которые вам понадобятся в качестве такого запаса веры и надежды в конце месяца. Желаю вам хорошего месяца, прекрасного настроения, крепкого здоровья. Не прощаюсь с вами, а говорю до новых встреч.